Где сейчас находится хвостатая в аниме Баруто и является ли Наруто все еще их джинчурики? Всем доброго времени суток, с вами Анизора, и сегодня мы подробно разберем эту тему, ибо я заметил, что все еще есть те, кто утверждают ложную информацию. Ну и после небольшой рекламы, давайте приступим к самому видео. Откройте для себя мир аниме с wakanim.tv Легальный онлайн сервис при поддержке японских правообладателей. Лучшее аниме в HD качестве на wakanim.tv Я, например, уже зарегистрировался там, а вот собираешься ли ты? Ссылка будет в описании. А теперь, если бы сегодня разобрать, где сейчас все биджу, известно ли нам вообще их истинное местонахождение, и является ли Узумаки Наруто все еще джинчурики всех биджу? Мы совместно с группой Наруто Барут Ани Хамстер подготовили для вас всю известную информацию, так что не забудьте и в данную группу вступить по ссылке в описании. Вы там найдете много чего интересного, и с этой информацией вы спокойно сможете стать знатоком Наруто. Давайте начнем с Узумаки Наруто. Многие почему-то считают, что в Наруто запечатан только Курама, а остальные биджу с первого по восьмой просто так где-то в нем находятся. Вопрос, а где конкретно? Ведь без определенного источника из-за использования чакра биджу просто исчезла бы из Наруто. На этот вопрос ответил Масаши Кишимото. На обложке 60 тома манги Наруто изображены все биджу вокруг Фуинзюцу Фуиншики, что уже говорит нам о том, что все биджу запечатаны Фуиншики. Но это та печать, которая у Наруто на животе. Кроме того, Учиха Саски называл Узумаки Наруто именно джинчурики всех биджу. Пожалуй, объясню, как чакра биджу попала к Наруто, и почему она оказалась в запечатанном виде. Во-первых, Сон Гоку, Мататаби, Исобу, Кокуа, Сайкен и Чоумэй передают свою чакру во время встречи с Узумаки Наруто. Его подсознание, если вы помните. Примечание, в момент передачи чакры этими биджу Наруто был в Курамо моде, из-за чего их чакра синхронизировалась с чакрой Кьюби. Именно поэтому она была помещена в Фуиншики. Ну а чакру Шукаку и Гюки Наруто уже получает от Учиха Обита. Примечание, вместе с Кьюби Обита запечатал чакру Шукаку и Гюки Фуиншики. Ну вот и подошла вторая часть ролика, в которой мы разберем, где же сейчас находится биджу и где их истинные места обитания. Начнем с Шукаку, более известный как и Чиби. Задолго до первой мировой войны ниндзя, Шукаку был захвачен обитателями храма и перешел в собственность Сунагакури, возглавляемая на тот момент первым казыка Геретто. До своего пленения Шукаку обитал в пустыне, что в принципе и логично. А вот что касается местонахождения Шукаку на момент событий манги и аниме Боруто, то до выхода 55 эпизода оно оставалось неизвестным. В самой серии же нам показали, что Шукаку снова запечатан в Гааре, то есть Гаара является джинчурикой Шукаку. Думал я, но оказывается это была просто прежняя связь между ними, и он все-таки не является джинчурикой, так что зря мы надеялись. Поподробнее узнаете в прошлом видосе с обзором на эту серию. Мататаби, более известный как Ниби. До первой мировой войны ниндзя Сэнджу Хаширама захватил и передал Мататаби Кумогакури на собрании Пятикаги, знак дружбы и обеспечения баланса сил среди деревень. Изначальное место обитания Мататаби неизвестно, так как на данной обложке трудно определить, что это за местность. Но в аниме-версии Хагорома отправил Мататаби жить в храме, построенном с целью его защиты в тростниковой местности. В последний раз этот Биджу был запечатан в Нии Югита из Кумогакури, где Мататаби сейчас неизвестно. В принципе, сценаристы и мангаки могут сыграть на этой неизвестности, сделав какого-нибудь шиноби из нового поколения Кумогакури Джинчурики Мататаби. Исобу, более известный как Санби. После захвата Исобу с Энджу Хаширамой, как и предыдущие, на этот раз Биджу был передан Киригакури на собрании Пятикаги, опять же в знак дружбы и обеспечения баланса сил среди деревень. До захвата Исобу обитал в неизвестной водной местности. В анимеже-версии Хагорома отправил Исобу жить в храме, построенном с целью его защиты в зоне, окружающей большое туманное озеро. В последний раз он был запечатан в Ягуре из Киригакури, где сейчас обитает Исобу неизвестно. Косвенно можно исключить то, что он в ком-то запечатан, так как об этом ничего не было сказано. Ну и в не так давно прошедшей арке о поездке в Киригакури также об этом ни слова не говорилось. Хотя было бы интересно посмотреть на то, что внук Ягуры, Кагура, также является джинчурики Исобу. Но нет же, его сделали просто мечником. Сон Гоку, более известный как Йонби. В знак дружбы и обеспечения баланса сил среди деревень, Сэнджу Хаширама захватил Сон Гоку и передал его Ивагакури на собрании Пятикаги. До захвата Сон обитал в пещере Суирен, а также был царем проживающих в ней обезьян. В уймой версии Хагорома отправил Сона жить в храме, построенном с целью его защиты в пустынной скалистой местности. Последний раз он был запечатан в Роше из Ивагакури. После событий Четвертой мировой войны Шиноби, Сон Гоку отправился в локацию, которая носит название Пещеры Суирен. Коку, более известный как Гоби. Как и Сон Гоку, Коку был захвачен и передан Сэнджу Хаширамой собственность Ивагакури. До захвата Коку обитал в неизвестной лесистой местности, в которой листья деревьев были окрашены в оранжевый, желтый и красный цвет. Что-то вроде осени в нашей с вами жизни. В эту же местность Коку отправился после событий Четвертой мировой войны Шиноби. В последний раз он был запечатан в Хане из Ивагакури. Сайкен, более известный как Рокуби. Сайкен, как и Исобу, был захвачен Сэнджу Хаширамой и передан в собственность Киригакури. До захвата Сайкен обитал в неизвестной скалистой, или даже, я сказал бы, пещерной местности. В аниме-версии Хагорома отправил Сайкена жить в храме, построенном с целью его защиты во влажном пещеристом регионе. В последний раз он был запечатан в Утакате из Киригакури. Что произошло с Сайкеном после событий Четвертой мировой войны Шиноби, неизвестно. Но тут, как и в случае с Мататаби, сценаристы и мангаки могут сыграть на этой неизвестности, сделав какого-нибудь Шиноби из нового поколения Киригакури в джинчурики Сайкена. Хотя, это вряд ли, так как в не так давной прошедшей арке о поездке в Киригакури, как мы и говорили, об этом не было и намеков. Чомой, более известен как Нанаби. Чомой являлся единственным биджу, которого Ахаширама захватил и передал собственность Токигакури, деревне не относящейся к пяти великим. До захвата Чомой обитал в неизвестной воздушной местности, в силу наличия крыльев, за счет которых он мог без труда передвигаться по воздуху, то бишь летать. В аниме-версии Хагорома отправил Чомой жить в храме, построенном с целью его защиты в лесном регионе, покрытом хами. В последний раз он был запечатан в Утакате из Токигакури. Что стало с Чомой после событий Четвертой мировой войны Шиноби, неизвестно. Можно предположить, что Чомой до сих пор на свободе и обитает в своей особенной локации. Почему я не сказал, что сценаристы могут сыграть на этом, сделав какого-нибудь Шиноби из Токигакури Джинчурики Чомой? Ну потому, что Чомой искренне радовался, когда его освободили. Он не мог поверить, что этот день настал, что уже нам говорит о том, чтобы быть запечатанным он не очень-то и хочет. Ну и настало время Гьюки, более известен как Хачиби. Гьюки, как и Мататаби, был захвачен Хаширамой и передан в деревню облако в знак дружбы. В аниме-версии Хагорома отправил Гьюки жить в храме, построенном с целью его защиты в горной местности, окруженной облаками, как и в первоисточнике. Его последним Джинчурики, ставшим первым человеком, с которым у него завязались дружеские отношения, является Киллер Би. Примечание, во время нападения Оцуцуки, Мамашики и Кеншики, Киллер Би выживает, подменив себя специальным клоном. То есть Би и на сегодняшний день сохраняет статус Джинчурики Гьюки. И наконец, Курама, более известный как Кьюби. Практически с момента основания Канохи, а точнее после сражения ее основателей, Сэнджуха Ширама и Учиха Мадары, Курама перешел в распоряжение Каноха Гакуре. До встречи с Учиха Мадарой, Курама обитал в лесистой местности, как и в аниме-версии. Первым Джинчурики Курамы стала жена Сэнджуха Ширамы, Узумаки Мита. Последующие Джинчурики Курамы также были связаны с кланом Узумаки. Примечание, у Чиха Обита тоже некоторое время было его Джинчурики. А вот что касается братьев Кингин, они обладали чакрой Курамы, так как подверглись мутации из-за поедания плоти Кьюби. И благодаря Кураме Узумаки Наруто способен использовать Рикуда Сянин Модо. По завершению ролика хотелось бы задать вопрос, правильно ли поступил Сэнджуха Ширама, раздав всех Биджо другим деревням? Какие цели он преследовал? Пишите свои версии в комментарии. Ну а у меня на этом все. Ставьте лайки, если вам понравилось видео и подписывайтесь как на мой канал, так и на группу Наруто Борута, а не Хамстер. С вами был Низора, всем удачи и всем пока. Ещё-то деревень Шиноби демон обитал здесь, невероятный сил и зверх хвостов его не честь. Сотрясая землю яро всех настигла божья кара, он с вершины в Удияму нам не избежать расправы. Но Рикуда сердобольный был немного недоволен, запечатал монстров теле, оказался под контролем. Ослабляется печать перед смертью мудреца, силе выбраться не так, разделяет беглеца. Всех хвостов для Шиноби удержать не по плечам, по плечам им было Биджо запечатать. Горожан единицам удавалось силой зверю управлять, братья Седин и Курамы смогли с нею совладать. Лишь Абиту и Мадара могли призывать Кураму, управляли они Биджу техниками шаринганов. Возродить хотели Джуби, только нужно девять Биджу, но собрать от всех смогли семерых из девяти. Изнутри наружу в свет ищет выход зверь, и грядет расплата за поступок мудреца шести путей. Монстры из чакры, не игрушки для Шиноби, ведь людей они не любят, так и было, так и будет. Изнутри наружу в свет ищет выход зверь, и грядет расплата за поступок мудреца шести путей. Сотрясая землю яро, всех настигла божья кара, он с пешины в пути ямы, нам не избежать расправы. Одним из сильных Биджу на то время был Курама, от несчастья росла драма, быстро заживали шрам. Из всех бесов гордый самый, сам себе откроет тему, стать носителем Курама, стать как пациент Петлама. Но не стало быть проблемой для потомка Узумаки, в трудные моменты друг за друга снова в драку. И в союз объединившись, подчинив своего зверя, всех от заточения он освободить намерен. Команда Акацуки для войны собрали Биджу, но двоих им не хватало, там Хачиби и Курама. А девятый был Наруто, взять его им было трудно, из Хачиби было трудно, вместе были потому-то. С целью взять их Биджу возродить хотели Джуби, началась война Шиноби, победить, увы, не Тоби. Братья Чакры им отдали, но они дали им медали, интентакли в Юку дали, они Джуби посоздали. Изнутри наружу в свет ищет выход зверь, глядет расплата за поступок мудреца шести путей. Монстры из чакры, не игрушки для Шиноби, ведь людей они не любят, так и было, так и будет. Изнутри наружу в свет ищет выход зверь, глядет расплата за поступок мудреца шести путей. Сотрясая землю яра, всех настигла божья кара, он с вершины Фудияма, нам не избежать расправы. Сотрясая землю яра, всех настигла божья кара, он с вершины Фудияма, нам не избежать расплата за поступок мудреца шести путей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова